всем привет с вами опять комаров виталий пока посылочка идете с моими очками вот решил обсудить одного человека жириновского владимир вольфович нашего посмотрел я видео вот про его предсказание дам ты ссылочка оставлю в описании вот все он четко вот так он предсказал все что будет с крымом все что будет с россией все прямо вот идеально да вот меня интересует вопросу жить на самом деле клоун клоуна в этом правительстве дай тук от него какой-то такой ништошный рассказать может быть и умы выделить никогда не видели почему же у нас не проходит тут все вот кого не спроси и все скажут жирик молодец он все правильно говорит рассудить то да действительно все правильно говорит я его однажды пожаловался дорог на дорогу вельмино неделю не прошло был отправлен депутатский запрос по этой дороге кипиш был довольно таки неплохой меня даже белозерцев заблокировал своих одноклассников после этого был такой я сейчас до его страницу не вхожу губи-белозерцев правильно ты некоторые говорят что его неправильно называй вот типич белозерцев назвал правильно так вот этот жириновский туда инфлятивной личность такая действительно говорит то что он думает Знает, анализирует А для нас Он клоун, дурачок С другой стороны Если на себя Поглядеть На простых людей Представьте себе такую картину Кто-то Из ближнего вашего окружения Скажет своему начальству Да ты дебил Ты не должен заниматься Не должен заниматься Это работает, как на тебя посмотрят На тебя так и посмотрят Ты дебил, ты дебил Ты дурак, ты клоун Вот, наверное Я не состою Я не состою в партии ЛДПРушников ЛДПР Я вообще ни в какой партии не состою В коммунисты меня Вообще не взяли Наверное побояюсь то, что я блогер А там, наверное В нашем, во всяком случае Район В районе Активных таких Не надо Которые не думают Что говорят Нужно думать, что говорят Что всем сладко было Поэтому, наверное, и не попал Ну В ЛДПР не состою Ты ни в какой партии И не хочется Честно сказать Создается Такое ощущение Что Каждая партия Она Как выкормуш Нашего государства Любая же партия Которая Имеет какую-то Определенную силу Она ведь Существует За счет государства Вот на Жириновского смотришь Лихой парень Так все хорошо предсказал Я вот что-то вспоминаю Когда еще одни из первых Как-то его выборов были Он сказал Если вы меня изберете Президентом То через три месяца Будем мыть ноги Или как уж он сказал Будем Будем мыть сапоги В Индийском океане Блин Если берем Дам Будем Я не знаю Что там И как будет Вот если представить Если же Это носки Придет класть Как вы думаете Пересажает он Половину Думы Вполне Может быть Начнет ли он Какую войну Черт его знает Но считаться будут С нами В России Еще больше будут считаться С нашей России Если же Жириновский придет класть Вот Почему я так вот говорю Да Жириновский Жириновский У нас власти Уже такие люди Которые Без комедии Просто обсуждать Их невозможно Мишустин у нас Он На главе И тут самый Медведев был Денег нет Выдержайтесь Че нам еще Жириновский Жириновский Прям Он точно Вписывается В эту компанию Что там будет То будет Кейбугу Что будет Если он будет Президентом Нам Вопрос Голоском Можно это все Сказать Он имеет 3-5% Голосов Есть такое ощущение Что В России Что-то такое Щелкнет И люди скажут Да насрать Кто будет И возьмут И выберут Жириновского Как вы думаете Может такое быть Я думаю Что да Потому что Кого еще Найти Он Поставил Себя До сих пор Он Говорит То Что он Думает Вроде бы Как за народ Либеральная Демократическая Партия Россия ЛДПР С другой стороны Чашко так Осознавать Что Вдруг Жириновский Придет К власти Почему-то Страшно Не из-за Того Что Клоун Не из-за Того Что Он Правду Матку Гонит Рассуждаешь Но уже Ничего страшного Вроде бы Все как А страшно Почему страшно Войны Боятся Да И так Вокруг Нас Мы Между собой Грызем Хуже Жить Станем Да Куда Хуже Мы Живем Чисто Финансовом Плани С каждым Годом Хуже И хуже Даже люди Которые Получают Хорошие Зарплаты Под 40 50 Тысяч Они На себе Это Ощущие Они На себе Ощущают Что Жить Хуже Становится Чем Там Нам Говорить Которых Доход Доход 15 20 Тысяч Раз Тебе Пройдет Такой Жириновский Квасить Чего Сделать Даже Понятия Не Мерю Будем Шмотки Собирать Чтоб До Индийского Океана Дойти Сапоги Помыть Любову Спроси Кто Такой Жириновский Все Скажут Что Он Говорит Правильно Но Клоун В То же Время Попробуйте Начальнику Скажи Что Он Идиот Тебе Со Страны Скажут Что Ты Клоун Идиот Мы Наверное Такие Что Правду Боимся Я не знаю Мы Готовы Эту Правду Обсуждать Вот В Своем Тихом Семейном Кругу Среди Друзей Посмеяться Поржать Поругать Власть Да Это Мы Но Идти С этим Куда Вот Это Идиот На Самом Деле Так Идите Попробуйте Кому Что Докажите Будете Доказывать Ты Клоун Ну Почему Нам Жириновск Таковыми Считать Еще Раз Говорю Я Не ЛДП Хотя Зовут И Может Даже Соглашусь Не Знаю Что Там Будет Так Что Ждите Вдруг Я ЛДП Никому Стану Мне Смому Интересно Что Там У них Творится Так Ну Еще раз Говорю Я Ссылочку Оставлю В описании С подсказанием Жириновского Послушайте Заставлять Задуматься Все Так Че Нам Еще Устают Блин Я Лично Я Семь Четвертого Года Рождения Да Вот Считаю Сколь Там Я Там Пришел К Сознании Какой Там Власти На все Это Смотрелся Настольких Клоунов Настольких Идиотов Что Одним Клоуном Меньше Одним Больше Блин Я Че Получается Агитирую Что Я Не Агитирую Я Просто Свои Мысли Высказываю Слово Это Вот До Какой Степени Можно Нужно Довести Людей Чтобы Я Не знаю Начинать Понимать Такого Человека В какой Там Степени Я Не знаю Ну Вот То Что Я Хотел Сказать Очки С Видеокамеры У меня Идут Нормально Все Что Я Хотел Сказать Спасибо Что Досмотрели До Конца Подписывайтесь На Канал Делитесь Этим Видеом В Своих Социальных Сетях Мне Это Здорово Поможет Покедова До Следующих Встреч Продолжение следует